Общее не только имущество, но и кредиты. Как делятся долги перед банком во время развода? Это проект по букве закона. На актуальную тему сегодня говорим с адвокатом Юлией Белобородовой. Юля, в наших программах мы не раз говорили о теме развода и разделе совместно нажитого имущества. Но, наверное, здесь стоит поговорить о том, что делать, если супруги нажили не только имущество, но и есть общие долги, в данном случае кредиты. Как они делятся во время брака разводного процесса? Кому что достается? Как мы делим кредиты? Нужно понимать, что на эти деньги покупалось. Если это, предположим, автомобиль и кредит еще не завершен, не выплачен, то здесь мы решаем, кто им будет пользоваться. Как правило, пользуется тот, кто заемщик, потому что банки не меняют условия договора, и заемщика они не меняют, и в судо они не ходят, им вообще это неинтересно. Есть заемщик, он оплачивает кредит, у них обязательства исполняются, и все, у них тема закрыта. Тогда мы считаем, вот те платежи, которые были совершены, мы их делим пополам. Вот заплатили по кредиту 500 тысяч рублей, мы делим пополам, тогда машина остается, предположим, если машина остается жене, то 250 тысяч мы отдаем мужу. Компенсация за уже уплаченный кредит, за те платежи, которые совершены. Будущие платежи не делятся, они будущие, их еще нет, мы не можем их разделить. В принципе, кредиты делятся так. Если какое-то имущество остается у одного из супругов, то второму выплачивается компенсация. Уже за выплаченные. За выплаченные, да. Если же, допустим, у него два кредита, у нее два кредита, и в принципе сумма, скажем, по остатку одинаковая, ну тогда мы просто договариваемся, давай эти на тебе, эти на мне, и мы тогда друг с друга ничего не требуем. Ну, предположим, там и платежи были одинаковые, ну, сумма взыскания, жена с мужа 200 тысяч, муж с жены там 250, ну смысл. Тогда мы их просто оставляем и все. Вот подсчет идет такой. Но основное правило при разделе кредитов, что мы выплачиваем второму супругу компенсацию за уплаченные уже суммы. И этот кредит остается на того, кому достается вот то или иное имущество. Ну, ситуации очень много. Допустим, бывает же, что брали кредит на ремонт, да, то остаток кредита мы признаем совместным. Что это дает? Это дает, ну там бывают же они длительные или только недавно взяли, и сумма большая. Каждые три года, вот у меня есть это дело, мы требуем признать совместным кредит. Тогда тот, на ком этот кредит, будет каждые три года обращаться и взыскивать со второго супруга одну вторую часть от выплаченного кредита. Очень интересно. Вот он три года проплатил, пошел в суд, взыскал половину с нее, с него. Остальные три года проплатил, опять пошел в суд, взыскал половину. Даже если вторая половина уже бывшая не находится вот в этом ремонте. Если деньги были вложены, допустим, в квартиру, и они остаются оба собственниками там в долях, к примеру, и так тоже может быть. Поэтому тут прям индивидуально надо разбираться. А как быть, если речь идет о кредитных картах, которыми тоже пользовались и были какие-то совместные или несовместные растраты? А это такой же кредит, только он по-другому оформлен, он всегда под рукой, он всегда в кармане. Это такое же кредитное обязательство. То есть то, что с нее потрачено, делится пополам, и кому-то карта остается, он продолжает ей пользоваться? Да, да. Если на момент раздела имущества с этой кредитной карты были сняты денежные средства и потрачены в бюджет семьи на что-то, а мы тоже это устанавливаем, на что были потрачены, правда ли эти деньги пошли в семью, это тоже нужно установить. Тогда компенсация уходит второму супругу. И такие дела, насколько они длительные? Очень длительные. Это 6-8 месяцев. Я всегда предупреждаю, что раздел имущества – это 6-8 месяцев. Это не быстро, это очень затратно энергетически, это трудоемко. На любом этапе может случиться все, что угодно. Вот я сейчас начала сложное дело по разделу имущества. Почему сложное? Потому что обе стороны спорят, конечно же, как всегда. И там невероятный у меня расчет вообще. Там строительство дома начинали тогда, вложили тогда. Нужно это все просчитать, высчитать по датам, по периодам. Ну, в общем, вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова